Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Иногда бывает так, что важная информация, например, очистки печени, она как-то шельмуется, как-то, знаете, перевирается, ну, все, что угодно там делается. Да, процедура, есть процедура, всякое бывает, но если все делать правильно, риск минимальный, это так вот скажем предварительно, хотя, как бы сказать, я не хотел с этого начинать. И вот мне хочется прочитать ваши комментарии по проделанной чистке печени. Вот Светлана Николаевна пишет. Здравствуйте, Петрович! Чистила недавно третий раз печень. Но почему-то тошнило от трав, и когда выпила настой, приготовленный с утра, то вырвало. Тошнит от трав, ну, это сразу комментарий небольшой дам. Тошнит от трав, потому что они начинают уже работать. Они начинают работать, они за счет своего летучих веществ, которые там содержатся, вот этих фитонцидов и так далее, а не вот то, что у нас накопилось там, знаете, запрессовалось, образовывалось слизь, какие-то пробки, закупорки там в печени и так далее, закупорки в кишечнике, слизь в кишечнике, в тонком там в том числе, закупорка протоков печеных, желчных протоков в печени. Все это, знаете, вот в сумме имеется. Организм так, знаете, чахнет, 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 особенно когда человек безобразно питается там и чрезмерно питается. Вот идет вот это вот расширение всего вот этого вот, как бы сказать, в кавычках добра. И это выражается в том, что начинает тошнить и рвота. Сама по себе рвота, это уже очищение желудка от разного рода слезы, ненужной там и прочего, прочего, прочего. Это уже хорошо. У древних, да и у современных врачей есть такое понятие, как очищение рвоты. Далее. С утра, значит, масло льняное. Оно ведь немного горчит, а если, вы знаете, что-то с горчинкой, то оно гораздо лучше, будем говорить, проникает в печень. И вот эта сама по себе горечь, она уже действует на разного рода паразитов, на разного рода слизь, которая там имеется. Потому что мы даже не представляем, сколько у нас внутри слизи, которые там, мегалисты, паразиты и прочее, 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 прочее. Огромное там количество. Мы даже-то не знаем, но тут чистенькие, хорошенькие. А что внутри, это просто ужас. Итак, масло льняное выпила с удовольствием. Ну, это хорошо. Вот одно из лучших масел, считается это масло горчицы. Оно еще с фитонцидами горчицы действует на разного рода, опять-таки, вот микропаразитов, на грибки и так далее, которые образуют вот такую водянистую, не водянистую, а слизь похожую на водоросли. Так, чистка прошла неплохо. Вот не надо вот так вот говорить. Нет, а то далее. Вы же говорите так, чистка прошла, либо нормально, либо хорошо. Если вы хотите себе, как бы сказать, такой бонус сдать, который бы повлиял на ваше здоровье положительно, обязательно говорите, хорошо. И именно, результаты после трех чисток. Три чистки сделаны. Варикоз спрятался, то есть улучшилось венозное кровообращение, отток крови венозной от ног. Значит, она вот здесь где-то застаивается. То есть имеется так называемая портальная гипертония. Липомы на голове стали меньше, а вот это вот, разного рода там липомы и так далее, это уже действуют вот травки. Да, и липомы, и жировики в печени совершаются все виды обмена веществ. И в том числе жировой, в том числе пигментной. Если у вас на коже какие-то пигменты есть, есть какие-то жировики и так далее, это говорит о том, что ваша печень уже просадилась, она не может так работать, как раньше. И начинается вот такие вот ерунда. Вы думаете, а что такое? Откуда это? Нормализуем работу печени и всё. Поэтому тут не надо, Светлана, вала тянуть. Вот как раз наступит март месяц, и зарядите сразу три чистки одна за другой. Значит, липомы на голове стали меньше, коленка стала лучше гнуться. То есть, когда хорошо работает печень, то, естественно, снабжаются все ткани хорошо организма. Повышается эластичность сухожилий. Вот, пожалуйста, почему она стала гнуться от очищения печени. Стала гнуться коленка. Двойной подбородок уменьшился. То есть, лишний вес, лишний вес уходит. Уходит вот эти все какие-то ненормальности, знаете. Ну вот, все излишки, которые свидетельствуют о том, что наш организм находится в стадии увядания. И в стадии увядания не за счёт того, что возраст настал, а просто за счёт зашлаковки. Можно и в 50, и в 60, и далее лет выглядеть великолепно, если всё нормально работает. А так как мы туда не заглядываем, у нас всё это, знаете, наши все эти фильтры забиваются потихоньку, перестают работать, то, естественно, у нас меняется и внешность. Мужу очень понравилось, тоже хочет чистить печень. Ну, почистить, почистить. Кто вам мешает? Профилактическая, точнее, такая процедура, знаете, что она какая-то, грубо говоря, вот, ну, какая-то только лечебная. Это своего рода профилактическая процедура, которая позволяет поддерживать работу печени и всё, что в ней совершается в нормальном состоянии. Можно, конечно, и не чистить печень при условии, если вы правильно питаетесь, никаких особых отложений нет. Это надо запомнить. Вот Михаил тут написал. Это не касается, как бы сказать, напрямую чистки печени. Тут вопрос другой, а именно. Михаил приветствует меня, благодарит за ролик. У меня астма, галяторы не помогают, пока не выпью 2 таблетки такого-то, такого-то утром 2 таблетки, днём и вечером, и того 6 таблеток, в день после еды пьём. Если выпью на голодный желудок, то у меня упадок сил, и мне плохо, может, в лёгких паразитах или в печени. Домашних животных у меня нет, гигиену соблюдаю. Почистите печёночку. Вот почитайте сначала, то, сё, пятое, десятое. Почистите не одна чистка, так раз, два, три, четыре. Что из вас выйдет? И потом, потом будем судить о том, а помогает ли чистка печени и при разного рода отклонениях, типа астмы. Вот комментарий Тимура на чистку печени непонятно. Что он пишет? То есть мне хочется привести тех людей, которые делали и знают. Они пропустили эту процедуру через себя, с чем они столкнулись, что они получили. Вот этот опыт. А не то, что, знаете, чисто теоретически рассуждать, а масло пойдёт, не пойдёт. А может масло с лимонным соком, там оно прореагирует в кишечнике. И вот эти вот камушки, это там свернувшееся масло с лимонным соком и так далее. Знаете, несут эту тупру, потом, знаете, они сами себя убеждают. Вот это вот они слили, посмотрели, вот-вот-вот, ну. А я говорю, а вы лучше почистите печеночку, а потом с учётом своего опыта расскажете. А не делайте вот этих вот опытов, которыми что-то вы пытаетесь показать. Итак, вот Тимур, который прошёл через чистки печени, пишет. С уверенностью скажу, что чистка печени – один из мощнейших методов оздоровления. Я особо это подчеркнул в своих книгах на основании уже своему проделанного опыта. Говорю, как человек, постоянно практикующий данный метод, делал сам более 15 раз и провожу с жёстким методом, с лимонным соком и маслом. Конечно же, перед проведением чистки печени детально изучил этот вопрос и правильно сделал. Вот я вам говорю, кто-то ещё говорит, ещё, 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 кто-то, и все, знаете, так вас, как бы сказать, настраивают, уверяют, да вот так, 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 так. Так, имейте собственное мнение. Собственное мнение имеется тогда, когда вы, соответственно, прочитали литературу, подготовились, то есть у вас есть знания. Где эта печень находится, что в ней происходит, что за жёлчный пузырь, какие протоки, на что печень жёлчный пузырь там лучше реагирует и так далее, и так далее, и так далее. Значит, детально изучил этот вопрос, провёл хорошую предварительную подготовку. А я как раз и говорю, что предварительная подготовка – это самое основное, с помощью вот этих вот трав, которые я там уже перечислил, много раз можете найти. Наглядно я уже вам говорю. Предварительная подготовка – это вот в этой комнате имеется пыль. Я эту пыль сметаю, сметаю к порогу. Вот это как раз предварительная подготовка. То есть мусор, который имеется в организме и так далее, собираете возле порога и сама чистка напоминает, вы просто берёте совочек и веничком на этот совочек, весь этот мусор и выбрасываете. Вот это и есть чистка печени, сама чистка печени. А предварительная подготовка вот так вот она делает. Выбрал подходящее время, и есть подходящее время, и вот так же много раз указал. Печень активна, когда? Весной. Как только начинается Новый год по восточному календарю, всё, 72 дня активна печень. При этом смотрим на Луну. Перед полнолунием она ещё активнее. В ночную, а в суточную активность это ночью, где-то там с 11 часов до часу примерно ночью она активна. Подходящее время настроился психологически, и всё получилось и получается. Когда вы всё это изучили, у вас появляется уверенность, и если вы что-то ощущаете в себе, вы понимаете, какой процесс у вас идёт. Вот когда я голодал, или там голодаю, если там буду голодать, я понимаю, какой процесс запускает первый день голода, второй день голода и так далее. И я как раз, когда чистил печень, понимаю, ага, прогрев, что он делает, прогрев для того, чтобы желчь стала более жидкой, чтобы расслабились печёночные протоки, чтобы от страха ничего там не спазмировалось, как, как, ой, ой, а что-то такое, я не пойму, раз спазмировалось и всё. Чтоб этого не было, чтоб вы сами себя не вредили, а наоборот, ага, что-то тут чувствуете, ага, пошло. Наоборот, ещё там, допустим, грелочку приложили, расслабились, успокоились, ага, радуетесь, что это всё проходит. И в некоторых случаях даже чувствуется, как вот эти все эти камушки, все этот вот этот мусор идёт по желчным протокам. Вот, что значит психологически настроиться. Впервые начал очищать печень в 32 года, сейчас мне 42, и никто мне не даёт этот возраст, потому что чистка печени, ну, я попробую вам так вот показать, что вот это вот, вот она, фотография, часть из 152 камней, вышедших в первую чистку печени, в 95-м году, у парня 25 лет, 25 лет, вы чувствуете, что выходит? Как только я почистил печень, печеночку я почистил, я почувствовал такой, знаете, эффект, что у меня всё это оздоровление сразу же пошло. То есть я стал выглядеть вот так вот. У меня появилось желание поделиться с людьми этими оздоровительными результатами. Вот это как раз моя лекция в местной газете «Труд», в которой я рассказываю, что, что и как я там делал. И люди слушают, слушают. Тогда это всё было ново, необычно. Люди не понимали, что они могут сами себе помогать. Вот я как раз, видите, красавчик какой. И вот тот, когда я там стройный особо, я сбросил лишний вес. Здесь у меня осталось вот то, что остаётся у юного человека. Сейчас мы посмотрим, найду я это или нет. То есть я весил, вот, в 76-м году вес был, в декабре, 115 килограммов. Накачанный, сильный. Теперь смотрите, какой я красавчик. Холода не боюсь. Читаю лекцию в газете «Местный труд», привожу разного рода доводы и так далее. А самый лучший довод – это вы сами, это ваш собственный опыт. Ваш собственный опыт. И вот можете посмотреть моё телосложение. Вот я какой стал. Сколько мне тут лет. И вот смотря на вот эти вот все разительные результаты, и, естественно, пытаясь себе объяснить, лезешь в литературу, смотришь, что, что, как работает печень. И начинаешь многое-многое понимать. Как это работает? Почему она делает вас такими молодыми и здоровыми? Значит, никто не даёт мне возраст. Далее он продолжает. Изучайте вдумчиво этот вопрос. Анализируйте, прислушивайтесь к своему организму, и всё у вас получится. О чём я вам толкует? Тимур молодец, он это взял. Ну-ну-ну, все мы можем это взять. Такая работа по оздоровлению, вдумчивый и кропотливый труд. Зато организм ваш отблагодарит вас за это прекрасным самочувствием и работоспособность. И самочувствие и работоспособность после чистки печени, когда я вот это сделал, такой энтузиазм был. Крылья выросли. Летал. Насколько ничего не получится. Проявите усилие и терпение. Прочитал не одну книгу. Самой первой и основной была полная энциклопедия оздоровления. Я рекомендую, вот если вы в целом хотите о своём здоровье узнать, это значит читайте или слушайте надиктованные мной целительные силы 4 тома. Либо же вы можете почитать в моей библиотеке «Основы здоровья». То есть я целительные силы ещё разок переработал там, кое-что там дополнил и выдал. То есть больше, вы знаете, вот можно ещё что-то там переработать, знаете, но на того уже не даст. Просто подчеркнуть, что вы для того, чтобы быть здоровым, должны нормализовать внутреннюю среду своего организма и работу главных желез, одной из которых является печень, где совершаются все виды обмена. И раз мы это сделали, астма отскакивает, там какие-то там ещё заболевания скакивают, ещё и ещё прослоечка жира становится та, которая нужна, кожа очищается, видите, там липомы исчезают. И буквально действительно вы становитесь гораздо лучше выглядеть, более моложе. Просто, знаете, как только раз и сбросили лет 10-20. Искренная благодарность Геннадию Петровичу за его системные подходы к оздоровлению всем здоровья и добра Тимур. Именно вот люди, люди всё-таки, знаете, они далеко не глупые. Они поняли, что то, что я вам рассказываю, есть системный подход к нормализации функций и работы своего организма. В результате чего, какие бы ни были у вас там заболевания и прочее, прочее, они просто-напросто отскакивают. Потому что они в теле, в организме появляются из-за того, что идёт неправильно там пищеварение, неправильно там обмен веществ, загрязнение там. А как только мы от этого, от всего избавляемся, всё это исчезает. И самая большая тайна, которая лежит на поверхности, но которую, знаете, засыпали грудой мусора, что наш организм, система самовосстанавливающаяся. И от того, как мы думаем, как мы питаемся, каков у нас распорядок дня и какова физическая активность, таким будет и наше здоровье. Вникайте. А я очистки печени, ключевые процедуры, оздоровление замолвил ещё одно слово. Ещё хочу особо подчеркнуть. Вот на всех каналах там какой-то метод, какой-то рецептик и так далее даётся человеку. Мол, от этого то, от этого то, не понимая, что проблема, любая проблема, корнями уходит в образ жизни. И нужен действительно, как говорит Тимур, системный подход для того, чтобы от этого избавиться. Это не требует какого-то слишком большого времени, но тем не менее она требует того, чтобы вы произвели какую-то над собой работу. Первое, образовательную, а второе, по изменению своего образа жизни. Вот это и есть здоровый образ жизни, который есть самая лучшая защита. Задумайтесь, крепко задумайтесь и сделайте выводы. Что вас защитит? Кроме своего собственного ума, вас ничто не защитит. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовётся, и для всех людей даётся. Шелестят конфет-отгёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ, наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несёт, он по таргерам зайдёт, радость и любовь растёт, это Новый Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы жадно ждём, и почёканье, пока вам ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый год. Врачу нам несёт, он по таргерам зайдёт, радость и любовь растёт, это Новый Новый год. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает, наступает Новый Новый год. Врачу нам несёт, он по таргерам зайдёт, радость и любовь растёт, радость и любовь растёт, это новое 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 Пау!